Привет, друзья! Как всегда, вы на канале Власенка Лайф. Меня зовут Максим. Вот там моя Дианка. И у нас, я не знаю, это будет серия видео или это будет одно видео, называется Хата на Тата. Наверное, как-то так. Танюха улетела в Украину с Денисом и оставила нас на хозяйстве. Поэтому мы здесь уже четвертый день вдвоем тусуемся. Никаких таких вылазок. Сегодня, конечно, поехали, посмотрели квартирку одну с Дианой по-быстрому. Но особо таких вылазок нету. Сидим дома. Что вам интересного порассказывать? Диана получила карту сталого побыта. По крайней мере, децизию. Вот так децизия выглядит. Вот она уже есть. Уже даже пришла. И я обещал вам, что поставлю рекорды. Прямо так рекордом, типа, не получается. Получила она это за три дня. Мы 31 мая подали документы в Ужонт. И у меня их не приняли, потому что не было оплаты. Точнее, оплата была, но я оплачивал через телефон, через банковскую карту. И... А им надо прямо бумажное подтверждение. Причем скинуть им на почту, чтобы она тут же распечатала, а им не катит. И мы как-то затянули этот момент аж на две недели. Получается, только 14 числа они получили оплату. Пока нашли принтер, пока распечатали, пока им отправили 14 числа, они получили оплату. Вместе с оплатой я написал еще сразу же спешение. И 16 числа, получается, за три дня, за два дня статус поменялся, то, что децизия позитивна. То есть решение по выдаче Дианы карты сразу же позитивное. Некоторые люди достаточно долго это ждут. Но мы... Ну, для сталого побыта, для ребенка там на самом деле не аж так много надо времени как для там карты часового побыта, например. Но это все равно занимает там больше, чем два-три дня. И опять децизия уже позитивная, нужно оплатить пластик. Я его тут же сразу же оплатил и при этом опять же оплатил через банкинг. Нужно распечатать, нужно им отправить. На это никак не хватает времени. Опять же, почему не могу распечатать? Потому что у меня почему-то сдох мой принтер. Надо будет его там где-то отключить и выбросить. Или может кому-то надо, я не знаю, есть там что-то ценного. И мы с Дианой сегодня пошли в магазин и купили новый вот такой Simple Multitasking Filled Packer к нему было присобачено сразу же два картриджа. Тетка, блин, кстати, отсобачила почему-то два картриджа, черный и цветной. И это стоило... Не помню, где эта бумажка, в машине, наверное, фактуру оставил. А, нет. И это стоило 399 злотых, короче, 400 злотых. Вот это все. Но мне посчитали эти картриджи отдельно. И вот я уже вышел, потом взглянул на фактуру и смотрю, они вроде как в подарок должны были идти, если его покупаешь. Ну, хрен его знает. Посмотрю еще на сайте, если эта акция нету, что пойду верну какие-то деньги. Зашли с Дианой пожрать взяли. Куча баночек. Я не знаю, чем Таня ее кормит. Она у меня молоко вроде нормально кушала, но я зашел и напокупал вот это вот всего. Детское питание, хипс, хипс, какой-то сок еще хипс, это тоже какие-то кашки, еще хипс, большая каша. И тут я уже одну открывал боба фрут, какой-то сок. И плюс к принтеру взял бумагу, это все стоило 50 злотых, 50 там что-то с чем-то. Да, Дианка? Да? Я что-то помню, что по Украине это детское питание прям дофига стоило. Бумага, насколько мне помнится, там что-то около 17 злотых. Значит, на все я потратил 30 типа с чем-то злотых. 3 на 7, это что 21, 200, 210 гривен за вот эти все упаковки питания. Напомните, почему там в Украине сейчас эти каши, я уже позабывал. Так, еще с новостей. Я Джима перевел на мороженую еду. Он теперь кушает мороженых мышек. Давайте его покормим, покажу вам, как это есть. Он правда вчера кушал, они маленькие. Так, у нас есть вот тут две мышки. Вот такая вот у нас есть мышка замороженная. Тут у нас кипяточек. Опускаем мышку в кипяточек и ждем, пока она разморозится. Итак, наша мышка разморозилась, у меня нету щипцов, поэтому я беру танины такие типа для готовки. Берем аккуратно мышку за хвостик и несем нашу кипятоке. Тупс. и все. Все любители этого животного мира могут теперь обратно возвращаться на канал, что теперь он кушает не живых. Потому что живых очень тяжело найти его размера. Они все большие, он убивает, не кушает и мне денег жалко. Я собрал принтер. Работает и принтер и сам сканер. Ну, что так? Что так может быть? Мне на самом деле мой прошлый вроде больше нравился, причем дешевле вроде как. Но прошлый у меня очень быстро сдох. Будет этот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова